Представьте число 2012 в виде суммы двух палиндромов. Все, кто ходит на кружки уже много времени, долго, у тех в копилочку складываются слова. В данном случае, что такое палиндром? Для тех, кто, я вижу, спасибо всем, кто поднял руки, для тех, кто первый раз или пропустил какую-то тему, у нас есть разъяснение в этой работе. Это число. Десятичная запись, значит, нам надо в виде суммы двух чисел, десятичные записи которых читаются слева направо и справа налево одинаково. Итак, нам надо представить в виде суммы двух взлагаемых, десятичная запись, которая читается слева направо и справа налево одинаково. Хорошо, что дома решала. Какие у тебя получились числа? Замечательно, записывай. Перемел. Записывай. Итак, 1881 и 131. Давайте смотреть, за сколько, спасибо большое, за сколько шагов, да, ведь даже интересно в плане самостоятельной работы, много времени или мало у нас уйдет на эту задачу. Давайте посмотрим, за сколько шагов мы могли прийти к этому решению. Итак, 2012. Это число не полиндром, да? Здесь 2, 0, 1, 2, здесь 2, 1, 0, 2. Не появляется полиндром. Ближайшее к нему число полиндром это, пожалуйста, 2002. 2002, если 2000, это позиция четвертая, позиция 1000, нам сегодня это понадобится. То здесь мы пишем 2, 2 единицы. Поскольку здесь у нас 0, то и здесь у нас будет 0. Прибавим. 2012 минус 2002, получаем какое число? 10. 10. Не полиндром. Да. Вот здесь посмотрите внимательно. Некоторые остановились ошибочно на этом шаге. Почему? Потому что взяли и приписали перед десяткой 0. Писать можно что угодно, только оно не читается так. Правильно? Не читается. Поэтому вот этот вариант у нас отпадает. Нам нужно полиндром, который бы имел числовое значение. Нули перед числом у нас не имеют никакого числового значения. И в данном случае нам не подходит. А если не подходит, скажите, пожалуйста, есть ли число полиндрома, начинающееся с 2000, меньше, чем 2002? Пожалуйста. Нет. Переходим к одной тысяче. Две тысячи двенадцать. Переходим к одной тысяче. Если у нас одна тысяча, то следующее какую позицию определяем? Единицу и первое наибольшее число девяточка. Симметрично расположено. Хорошо. Тогда что у нас не является полиндромом? Итак, давайте смотреть. Какое число прибавить? Значит, здесь будет единичка. Дальше, да. Одиннадцать. Если мы прибавим одиннадцать, давайте смотреть. Одиннадцать. Получим два. Девять и один дадут десять. Значит, ноль. Переход следующий десяток. И получится всего лишь двести. Две тысячи два. Она, да, к сожалению, двадцать один не полиндром. Пишем. Двадцать один не является полиндромом. Не является полиндромом. Ну и следующее число. Девять цифр мы уже испытали. Следующее число это восемь. Цифра восемь. Одна тысяча восемьсот восемьдесят один. Плюс сто тридцать один. Соответственно, это является полиндромом. Это является полиндромом. Значит, вариант нам подходит. Значит, все, кто действительно смотрел задачку, ну максимум за три шага, максимум, вот просто больше нечего там делать, уже должны были бы прийти к ответу. Понятно, да? Себе ответ запишите. Начинаем с буквы О. О, две двоиточие. Представьте в виде суммы, значит, ответ запишите в виде суммы. И на вторую задачку пойдем. В трех пачках вместе тридцать тетрадей. Когда из первой пачки переложили во вторую две тетради, тетрадей во всех пачках стало поровну. Сколько тетрадей было первоначально в первой пачке? Самая распространенная ошибка – это неправильно понятое слово «поровну». Поровну. Что означает в этой задаче, что пачки в трех пачках тетради лежат поровну? Ру. Лесру. Вот лесру. Пожалуйста. Сначала надо представить число 30, но там же три пачки. Значит, в каждой пачке поровну, да? Поровну. 30 разделить на 3 равно 10. Получилось в каждой пачке по 10. По 10. Спасибо. Спасибо. Итак, всего три пачки пишем. Значит, вот у нас наши три пачки. По 10 тетрадей. Вторым действием надо вычистить... Сейчас, минуточку. Я понимаю, что... Главное, что поровну – это в трех пачках. Значит, 30 поделили. Или разложили на 3 пачки и получили по 10 тетрадей у каждой пачки. С следующим действием мы должны из одной... Мы должны достигнуть того, чтобы получить изначальное количество пачек... То есть мы как бы решаем с конца. Да. Сначала все уравняли. Да. А я вам напоминаю, что у нас была тема, и кто не был, посмотрите фильм. Это метод прокруста, например. Да? Метод обратного хода. Сначала мы все уравняли. Сначала мы все уравняли, а теперь переложили. Потом нам надо эти две тетради, которые переложили, обратно переложить. Да. Итак, переложили. Если первоначально из первой пачки во вторую положили две тетради, да? Да. То нам надо сделать действие обратное, чтобы восстанавливать. Нужно к первой прибавить два, получится двенадцать. И получше двенадцать. И из второй отмять. А это нам уже не особо интересно. Конечно, когда мы отложим обратно, будет восемь. Но это нам уже не интересно. Итак, в первой пачке. Пачке. Ответ. Пачке. Первой пачке. Следующие задачи идут. Задачи на разрезание. У нас в прошлый раз была тема. Задачи на разрезание. Причем, когда вы делаете самостоятельную работу, я вам сказала, что вы можете пользоваться своими тетрадями. Вы можете пользоваться учебником. Вы можете пользоваться всеми вашими записями. Именно для этого мы их и делаем. Именно для этого мы работаем. Итак, разрежьте каждую фигуру, сейчас мы их нарисуем, на четыре конкурентные части. На четыре конкурентные части. Пожалуйста, разъясняем смысл конкурентные. Что это за конкурентные части? Одинаковые при наложении. Части одинаковые при наложении. Еще как? Одинаковые. Отличные. Это само собой будет. Да, еще. Да, пожалуйста. Одинаковые. Одинаковые по? По количеству. По площади и по форме. Да. При наложении совпадают. Это все правильно. Так, по площади и по форме. И при наложении обязательно совпадают. Давайте посмотрим. Первая задачка. 20 клеточек. На четыре. Это будет по пять клеточек. По пять клеточек каждая фигура будет. Если по пять клеточек каждая фигура, и фигура состоит из, видите, нигде нету ни срезов, да, ни кривых линий, то это из пяти клеточек сложены фигуры. Скорее всего, мы найдем эти фигуры в фигурах пентаминах, да. Их всего 12. Мы их все вырисовывали. Давайте смотреть, есть ли тот, кто хочет показать, как он разрезов. Ну, пожалуйста. Мы с вами договаривались, что мы либо красим, да, либо ставим циферки. Пожалуйста. Как получилось? Пожалуйста. Пожалуйста. Так, тихо. Так, тихо. Дальше должен. Итак, спасибо. Значит, я раскрашу одну из них. Вот, допустим, вот эту, да, в переденке. Спасибо. Спасибо. И так, ну смотрите, фигурка опять же получается понятная, да? Такой вход к нему, вот я в серединке раскрасила. Еще одна фигурка, значит опять 20 клеточек, кто у нас идет. Есть еще желающие? Ну вы в серединке сидите, вам очень трудно вылезать. Есть там кто-то, кто быстро выйдет, покажет. Итак, есть кто-то, кто умеет быстро выходить? А все остальные не умеют быстро выходить? Можно я? Ну можно, давай. Можно. Вещем, где была угольца, а он тут рядом сидит. Ну уже не так, поэтому не уйдем. Смотри, вход к нему у тебя не поместится. Почему? Потому что либо ноги не хватает, либо шляпки не хватает. Поэтому в данном случае присаживаемся. Давайте смотреть. У нас, я учту все пожелания, посмотрите внимательно для тех, кто думает, а как так быстро получается. Получается очень просто. Потому что если мы вот эту ножку уже отметили, да, то у других такая же должна быть ножка. Понятно? Ну давайте по одному. Ну вот желающих уже больше. А я следующий готовлю. Номер два. Четыре. РаLR. Четыре. Четыре. И четвертый цвет. Четыре, 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 все правильно, вот у тебя четвертая фигурка, она очень хорошо раскрашивает. Значит, безусловно, вы это можете раскрашивать разными цветами, ставить цифры, ничего тут, главное понять. Следующее, надо не просто разрезать на четыре конкурентные части. А так, чтобы в каждой части обязательно была бы точка. Поэтому мы сразу делаем, раздаем точки по фигурам. Это точка первой фигуры, это второй, третий, а это четвертый. Что у нас получается? Вот эта клеточка может относиться к третьей фигуре? Вот эта клеточка? Нет. Нет. До нее больше, чем пять. Четвертый может? Нет. Больше, чем пять. Значит, скорее всего здесь четыре, здесь один. Так. Ну, у нас есть желающие, ну, пожалуйста, идет. Елена Борисовна. Да. Четыре. Спасибо. И так, конечно же, фигуры на разрезание, когда задаются, можно разрезать одну фигуру разными способами. Безусловно. Бывает, что нельзя, бывает, что можно одну фигуру разрезать двумя, тремя способами, да? И даже больше способов существует. Давайте посмотрим хотя бы один из них. Ну, пожалуйста. Какой? Ты хотел эту? Да. Ты хотел вот эту фигуру разрезать? Маленький. Только с другой стороны, там у тебя пятеро сидящих, поднимать их жалко. Итак, а вы у себя в тетрадочках подумайте двумя способами разрезать эту фигуру. И последняя фигурка четыре. У вас другой способ, молодой человек? Да. У вас другой способ этой же фигурки? Нет. Еще раз, нам нужно еще. Молодец, спасибо большое. Спасибо. За какой же способ? Да, ну, да, бывает, бывает. Вот у нас, ладно, да, вот такая фигурка, да? Значит, здесь у нас фигурка вот такая, пять штук. А кто разрезает другим способом? Присаживайтесь. Не этой фигуркой, другой фигуркой. Один, два, три, четыре. Есть ли еще другая фигурка? Есть ли еще другая фигурка? Ну, это должна быть. Ну, это будет приятно. А. А. Вот такая получается. Тем, кому плохо видно, вот я вырисовала. Да. Это два способа. Конечно, можно было бы еще другими способами, если бы у нас не стояли точки, да? Придумайте двузначное число, вдвое больше, произведение цифр. Вот, к сожалению, некоторые придумывали на сумму. Здесь написано произведение цифр, конечно. Это умножение. Ну, пожалуйста, у вас какое было число? 36. Идите. У меня тоже. Итак, число 36, номер 5. Пишите. А все записывают, записывают, потому что сегодня опять будете придумывать. 36. Пиши внизу. 3 умножить на 6. 18, да. То есть это можно так, да, в два раза больше, либо 18 на 2, либо 36. А это кто как хочет. Кто хочет делить, кто хочет умножать. Значит, 18 умножить на 2, это и будет 36. Да. Ну, а, соответственно, 36 разделили по полу, получили 18. 18 в два раза меньше. Это правда. Итак, ну и последняя, шестая задачка, где тоже требовалось очень внимательно почитать условия. Но самое хорошее, что там есть, это пирожки. Пирожки. Потому что их всего было 14. 14 пирожков, это обычная школьная ситуация. И товарищи купили 14 пирожков. Причем Коля купил в два раза меньше Вите. А Женя больше Коли, но меньше Вите. Да. 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 Вот именно эту фразу как раз мне дочитали. Чертежом вышел. Потому что многие показали, что Коля меньше Вите. И начали подбирать в два раза. Берем один, тогда у Витя сколько? Два. 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 Коля. Витя. Всего 14. Значит, могло бы быть на долю Жени 11 пирожков. Никак. Почему? Потому что у Жени меньше, чем у Витя. У Жени меньше, да? У Жени меньше, чем у Вити. Значит, 11 туда никак не встает. Если некоторые обрадовались и дали Коле всего два пирожка. Да. Видите, они, конечно, дали четыре пирожка. Тогда сумма их какая будет? Шесть. Шесть. Как вы думаете, ответ такой можно засчитать как правильный? Нет. Почему? Восемь. Значит, у Жени будет сколько? Восемь. Восемь. Шесть. Шесть. И у Жени будет восемь. Восемь – это больше. Не подойдет. Четыре. Ой, чуть я проскочила одно число. Вот так некоторые, кстати, и делали. Проскакивали мимо ответа и бежали дальше. Значит, уже три. Шесть. Между ними пять. Между ними число пять. И именно эта сумма, давайте считать, нам за наши заветные четырнадцать пирожков. Я смотрю. А многие, как я сейчас, только чуть было не пробежала, как браться кролик, да? Сразу перескакивают четыре и восемь. Почему? А потому что очень удобно. Берут числа побольше. 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 Чтобы быстрее закончить с этой задачкой, съесть свои четырнадцать пирожков и отправиться дальше. Четыре плюс восемь – это будет сколько? Двенадцать. Двенадцать. На долю Жени сколько они… Два. Два. Подходит нам это? Нет. Не подходит. Потому что два – это меньше, чем съел Коля. Правильно? А поэтому нам не подходит. А единственный ответ, значит, сколько пирожков купил каждый из товарищей. И вот здесь последняя ошибка, которая может быть – это неправильно выписать имя и пирожки. Давайте выпишем правильно ответы. Витя шесть. Коля. Коля. Три. Коля. Четыре. Три. Пирожка. Прократим, значит, Женя у нас. Пять. Ой, шесть. Да, пять. 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 И Витя. Целых шесть. Целых шесть. Витя шесть пирожков. К сожалению, меня уже не позволяет место писать более подробно, но вы сделаете. Витя шесть пирожков.